приветствую всех кто заглянул ко мне на канал с вами елена сегодня я к вам с тегом тег от автора канала богиня рукоделия и тег называется настоящий ли ты вышивальщица почему я решила ответить на этот тег потому что я тоже вышиваю и вопросы этого тега мне показались интересными несмотря на то что тег вышивали я буду вязать мне надо закончить штанишки и поэтому не буду тратить время зря буду отвечать на вопросы а их всего 7 и буду заканчивать штанишки итак первый вопрос сколько у тебя начатых работ у меня три начатых работы один наборчик от фирмы риолис вторая работа мать и дитя эта схема скачана с интернетом и третья работа домик мечты также схема скачана с интернетом когда начинаю просматривать видео девчонок которые вышивают или в группе по вышивке начинаю просматривать новые схемы которые девчонки выкладывают ручки тешутся конечно начать еще один проект но понимаю что нет хватит хватит трех недовышитых работ мне их нужно закончить а дальше уж буду смотреть потом какую работу буду вышивать три начатых работы второй вопрос ты каждый день вышиваешь почему я не каждый день вышиваю потому что мало времени кто постоянно смотрит мои видео знают что я в основном вижу мне то заказ надо делать то на продажу нужно связать то своим надо связать и поэтому для вышивки меня мало времени остается но для вышивки я выделила два дня точно это суббота и воскресенье это два дня в которых в которые я вышиваем сколько времени в эти дни вышиваю я не могу точно сказать не по возможности по возможности по возможности занимаюсь только вышивка в эти дни смысле я не вижу но вышивай и так третий вопрос что дает тебе вышивка зачем ты вышиваешь что дает мне вышивка тяжелый вопрос конечно с одной стороны какое-то успокоение умиротворение получаю я при вышивке так же как и при вязании цветотерапия передача цветов наблюдаешь как у тебя на конве рождаются какие-то герои какие-то эпизоды из твоей картины но и не из конкретно твоей картины до из картину которую предоставляет тебе автор или производить зачем я вышиваю мне это нравится мне нравится вязать мне нравится вышивать для меня это более доступно наличие ниток иголка цвет канва ну естественно схема но вот вопрос что дает тебе вышивка такой глубокий вопрос если начинать его развивать сильно умничать не хочу мне это нравится мне нравится вышивать мне нравится картины которые вышиваю они конечно не ходят как у и лишь и ринки лазукина я ссылку оставлю на ее канал зайдете посмотрите древо жизни на вышивает это что-то вот там точно когда вышиваю что наблюдаешь за героями за какими-то кадрами на этом хаиде я думаю что это интересно и не вышивать и столько терпения девчонки которые вышивают хаиде и хаиде это вообще я я просто поражаюсь терпению у меня вот домик мечты он вроде были не хаид но большая работа и она у меня затянулась на годы поэтому хочу ее закончить в ней еще половины нет вот четвертый вопрос ты вышиваешь тот или иной известный дизайн не потому что тебе нравится а для канала так сказать пиара нет именно потому что мне нравится вышивая потому что мне нравится не от одного производителя вышивки нет одного не поступало мне какой-то вопрос о и предложение про рекламировать никогда такого не было и пиарить свой канал из-за дизайна какого-то нет я вышиваю только то что мне нравится то что я хочу вышивать но никак не для пиара пятый вопрос вышитые работы ты сразу оформляешь если нет тогда вернись к третьим вопросу зачем вышиваешь вы знаете я хочу сказать что вышивать не обязательно чтобы сразу ее оформить это же все зависит от возможности есть возможность сразу оформить конечно раньше у меня была такая возможность я сразу оформляла у меня было вышито много работы половина даже больше половины их раздарила а теперь я решила что все я хочу чтоб мои работы оставались у меня и все работы которые будут вышиты я хочу оставить у себя но естественно по оформлению это по возможности буду оформлять у нас одна единственная багетная мастерская в городе и цены я вам скажу там еще ой 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 да везде по моему так поэтому вышивая потому что нравится потому что хочу оформлять буду по возможности шестой вопрос перед тем как загрузить видео на канал ты просматриваешь его если я снимаю видео на телефон то естественно я его в редакторе просматриваю я его монтирую а потом если не требует никакой пересъемки то я выкладываю на канал сложнее у меня получается с прямыми эфирами там конечно я не монтирую как получился прямой эфир так он у меня получился хочу конечно извиниться за прошлый прямой эфир неожиданно мне пришлось прервать его потому что поступил звонок от заказчиц и хотелось бы подольше пообщаться но вот так вот бывает так дальше последний седьмой вопрос если бы закрыли youtube ты бы продолжала вышивать конечно конечно однозначно я вышивая но я не буду ну это здесь это Продолжение следует... Продолжение следует...